Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов «Ящика ответов». Данное обращение прежде всего адресовано братьям из руководящего совета. Это обращение по поводу книги «Чистое поклонение. Восстановлено», которую в настоящее время по всему миру изучают свидетели иеговы. Уважаемые братья из руководящего совета, это обращение посвящено проблемам книги «Чистое поклонение. Восстановлено», издано в 2018 году по книге пророка Езекииля. Удивляет, конечно, что около 140 тысяч свидетелей иеговы Российской Федерации выведены из единой программы всемирного духовного обучения. На русский язык, один из самых распространенных, книга «Чистое поклонение» почему-то не переведена. Однако, даже из переводов книги с других языков становится ясно, что удивляться содержимому изменений в понимании пророчеств Езекииля следует еще больше. Проблемам разъяснения вами пророчеств Езекииля и посвящено это обращение. Мы хотим обратить ваше внимание на те места, которые не согласуются либо с Писанием, либо между собою в разных главах публикации «Чистое поклонение восстановлено». Все это, считаем, тоже стоит привести в согласованность между собою и с Писанием, как и все остальное, о чем мы пишем в разделе «Обращение в общество Сторожевой башни» на своем YouTube-канале. Изложим все по порядку, но сначала скажем о тех изменениях, что не могут не радовать. Во-первых, радует, что руководящий совет, наконец, снял с себя полномочия определять, на ком из людей ставить спасительный знак, а на ком нет, кого занести в списки овец, а кого причислять к козлам. Хвала Иегове за этот свет. Напомним, в прошлом вы поясняли, что в видении из Езекииля 9 главы «Человек с прибором Писаря в современном исполнении» это остаток помазанных христиан, а если быть точнее, верный раб или руководящий совет современности. Кто откликается на проповедь, исходящую от общества Сторожевой башни, те получают знак, а кто нет, не получают. Так учили раньше. Теперь, милостью Бога открылась истина о том, что так как судить людей доверенно Иисусу, значит, Он и будет ставить печати спасения, то есть определять, кто овца, а кто козел, согласно известной притче, записанной в Матфея 25, с 31 по 46 тексты. Иисус, как и Иегова, ищет в людях хотя бы что-то доброе и смотрит на сердца людей, а не только на то, как они относятся к проповеди свидетелей Иеговы. О том, каким образом смотрит Иегова на людей, мы знаем из текстов 1 царств 16.7, 3 царств 14.13 и 2 паралипоменон 12.12. И это не может не радовать, ведь в настоящее время иногда люди не могут откликнуться на проповедь свидетелей Иеговы не потому, что их сердца злы и отвергают библейскую весть. Почему же тогда? Поясним. Сегодня, век интернета и доступности информации, от поклонения Иегове может отталкивать много чего другого. Например, информация о странностях, происходящих в обществе сторожевой башни, о психологическом насилии или о том, что лидеры-свидетели Иеговы, как и лидеры других религий, богаты, любят роскошь, живут за счет пожертвований адептов, но финансовые отчеты о приходе пожертвований и на что их расходуют, общество утаивает. Даже если эта информация преувеличена усилиями бывших свидетелей, она отталкивает от желания присоединяться к обществу. Также, изучая Библию со свидетелями Иеговы, люди сегодня задают больше вопросов по учениям общества, о чем докладывается старейшинам, а им это не нравится. Поэтому сегодня библейские изучения могут прекратить по указанию старейшин, а не потому, что человек сам отказался от изучения Библии, якобы не расположен к благой вести. А кто-то может приткнуться на каких-то негативных качествах самих свидетелей Иеговы и так далее, о чем в свое время предупреждал Иисус Христос, записанное это в Матфея 18.6. Как видим, причин отсутствия сегодня отклика на проповедь и отказа от изучения Библии со свидетелями на самом деле немало. Но это не говорит о том, что отказавшийся непременно козел. Его могут приткнуть и странные учения общества Сторожевой Башни и сами свидетели Иеговы или лидеры общества. Во-вторых, очень порадовали сообщения и ставки 16а, главе 16 книги «Чистое поклонение восстановлено». Мы много лет задавали вопросы старейшинам в Вифиле и в общество Сторожевой Башни по поводу того, почему в учениях общества неверный Богу Иерусалим это символ ложных христианских религий, то есть отождествлен с Вавилоном, если во все времена Иерусалим был местом истинного поклонения Иегове. Даже во времена отступничества Иегова называл его Иерусалимом Содомом, но с Вавилоном никогда Иерусалим не отождествлялся. Это легко проверить, прочитав Иеремия 23.14. Мы весьма рады, что и руководящий совет наконец пришел к выводу, что нет никаких библейских оснований считать отступнический Иерусалим символом общепризнанного христианства, по-другому номинального или ложного, согласно мнению общества Сторожевой Башни. Это теперь ясно разъяснено руководящим советом во вставке 16а к главе 16, где сообщается примерно следующее. Мы переводили с других языков, по причине, которую озвучили ранее. Цитирую. Ранее в наших публикациях говорилось, что отступнический Иерусалим является прообразом номинального христианства. А теперь мы так не думаем. Так как Иерусалим во все времена был местом истинного, то есть чистого поклонения. Поэтому на вопрос, есть ли в веске библейские основания считать неверный Иерусалим прообразом общепризнанного христианства, ответ нет. Библейских оснований этому нет. Конец цитаты. То есть, неверный Иегове Иерусалим это символ неверного народа Иеговы, а не ложного христианства. А от этого нового света недалеко и до другого света о значении духовного Иерусалима Содома, где сядет беззаконник в храме Иеговы перед вторым пришествием Христа и сбором на небо 144 тысяч, то есть в современности. Как известно, храм Иеговы всегда находился в Иерусалиме. В Новом Завете все так же осталось на своих местах. Потому тексты из Откровения 11.8 и 2 Фессалоникийцам 2 с 1 по 4 относятся к храму Иеговы. Значит, нетрудно будет понять и то, что к ложной христианской религии пророчество о беззаконнике в духовном храме Иерусалима современности не имеет никакого отношения. Вот поэтому нас и порадовали изменения во вставке 16а. Но радость наша была недолгой. По мере знакомства с книгой «Чистое поклонение восстановленное» мы поняли, что эти изменения сделаны не для того, чтобы пролить свет на истину Иеговы и понять, что же на самом деле означает Иерусалим и храм Иеговы в Иерусалиме для современности. Для чего же тогда сделано это изменение? А для того, чтобы не получилось противоречий между названием книги, говорящим о восстановлении истинного поклонения, и значением Иерусалима. Поясним. Если говорить о восстановлении Иерусалима и связанного с ним истинного поклонения, а под Иерусалимом понимать ложные христианские религии, как было раньше, то получится, что ложные религии, то есть отступнический Иерусалим в прежнем понимании общества, станут истинным поклонением. И абсурд в этом случае получился бы даже больше, чем отказ частично, всего лишь во вставке 16а новой книги, признать Иерусалим местом истинного поклонения. Говорим частично, не случайно. Во всех остальных главах книги «Чистое поклонение» восстановлено, насколько это удалось нам выяснить при беглом просмотре, отступнический Иерусалим и народ Иеговы Иерусалима, неверный Богу, по-прежнему отождествляется сложными христианскими религиями со злым родом людей этого мира, с грешниками и с Вавилоном. То есть с чем угодно, только не так, как сказано во вставке 16а, не с местом истинного поклонения и не с народом Иеговы. Покажем эту несогласованность остальных глав в книге «Чистое поклонение восстановлено» с пониманием значения Иерусалима во вставке 16а. В главе 16 на странице 180 после 20 абзаца, где повествуется о наказании Иерусалима из Иезекииля 9 главы, сказано, цитирую, «Очевидно, во время уничтожения Вавилона Великого не погибнут все, кто принадлежит к ложной религии». Идет ссылка на Захария 13, с 3 по 6. Конец цитаты. Вопрос, и при чем же здесь Вавилон и спасение некоторых из ложных религий, если в Иезекииля 9 главе сказано о неверном народе Иеговы истинного поклонения. Здесь нужно сделать совсем другой вывод, а ложная религия или Вавилон вообще не должны иметь к этому выводу никакого отношения. Применительно к концу этого века следовало бы сравнить эту ситуацию в Иерусалиме из Иезекииля 9 главы хотя бы с неводом Иеговы и с притчей Иисуса символом свидетелей Иеговы, собранных в организацию народа Иеговы на благую весть. Или хотя бы судом Иеговы, который в конце этого века начнется с дома Иеговы. Разъясняю ситуацию, например, так. Так как суд с дома Иеговы начнется, нам, служителям Иеговы, нужно постараться не попасть в разряд плохих рыб и тех служителей, кто не получит печать спасения, а будет выброшен за борт невода Иеговы или его дома и уничтожен будет вместе с плохими рыбами тьмы этого мира. Можете сравнить тексты из Иезекииля 9 с 4 по 7, Матфея 13 с 47 по 50, а также 1 Петра 4, 17, 18. Далее, в главе 5, в 8 абзаце сказано, что иудеи-отступники в современности это номинальный христианский или злой мир, а не народ Иеговы, отступивший от Бога. Цитируем перевод. 8 абзац. Какое значение имеет вид Иезекииля на символ ревности на наш день в храме Иерусалима? Отступник Иудеи несомненно напоминает нам о христианском мире. Поскольку Иегова не меняется, мы можем быть уверены, что христианский мир, отступник Иуды, вызвал его праведный гнев. Идет ссылка на Якова 1, 17. Истинно, Господь далек от этой искаженной формы христианства. Идем далее. Глава 5, абзац 22, цитата перевода. Как Иегова поступил со своим неверным народом? Иегова сказал пророку, я буду действовать с яростью. Идет ссылка на Иезекииль 8, 17, 18. Нам стоит узнать, что Иегова сделал с неверной Иудеей. Но такой же суд ожидает и сегодняшний злой мир. Далее. Цитирую с главы 6, абзац 9, 10. Как это случилось с древним городом Иерусалимом? Иегова будет использовать светские силы для совершения нападения на все ложные религиозные организации на земле. Идет ссылка на откровения 17, 16 по 18. Конец цитаты. Что это? Как не новые потемки и хитросплетения? И так далее. По всей книге чистое поклонение восстановлено. Кроме вставки 16а образы неверной Иудеи Иерусалима, состоявших в завете с Богом, но отступивших от него, применяются руководящим советом к тем, кто никогда не состоял в завете с Богом. Иерусалимом, то есть с миром и ложными религиями Иегова в завете никогда не состоял. Значит, они отступить от него по умолчанию не могут, в отличие от народа Иеговы. А если учесть, что в завете с Иеговой состоят только свидетели Иеговы-помазанники, ведь по мнению общества сторожевой башни земные свидетели не состоят с Иеговой в Новом Завете. Значит, Иерусалимом, Содомом и беззаконником в современном храме Иеговы перед вторым пришествием Христа и сбором на небо 144 тысяч станут столичные помазанники или верховные правители современного народа Иеговы. Именно о них говорят тексты 2 Фессалоникийцам 2 с 1 по 4 и Откровения 11.8. Итак, учитывая то, что теперь руководящий совет не считает ложный христианский мир отступническим Иерусалимом, то есть они никогда не служили Иегове, значит и отступить не могут от него. Теряет смысл и утверждение руководящего совета, что человек беззакония в храме Иерусалима перед концом этого века это отступник, сидящий в своем им самим называемом Божьем храме. Обратите внимание, для того, чтобы спрятать суть символа храма Иеговы современности, в обществе учат, что апостол Павел во 2 Фессалоникийцам 2 с 1 по 4 тексты говорит не о храме Иеговы, а якобы о том доме, что ложные религии будут называть своим храмом. Цитируем из понимания Писания слово «храм». Понимание Писания Самозванец Предупреждаю о грядущем отступничестве. Апостол Павел сказал о человеке беззакония, который сядет в Божьем храме, вдавая себя за Бога. Ссылка на текст 2 Фессалоникийцам 2, 3, 4. Этот человек беззакония, отступник, лжеучитель, поэтому он сидит лишь в том, что он сам лживо называет Божьим храмом. Конец цитаты. И спрашивается, с чего бы это апостолу Павлу называть ложные религии храмом Бога? Но в связи с Новым Светом на Иерусалим, где был храм истинного поклонения, становится интересно, как же теперь в обществе сторожевой башни будут это переобъяснять? Или, может, члены руководящего совета надеются, что никто из свидетелей Иеговы не заметит эти хитросплетения? Но это еще не все. Покажем еще одно интересное, сияющее в кавычках место о двух потоках. Ставка 19а к 19 главе. Цитируем. Потоки благословений от Иеговы. Пророк Захария, ссылка 14-18, написал, что из Иерусалима потекут живые воды, половина их к морю восточному, мертвому море, и половина к морю западному, средиземному. Что это означает? Потоки показывают, что Иегова в раю благословит две группы верных Иегове людей, тех свидетелей Иеговы, кто переживет Армагеддон. Они символ средиземного моря, живого. И тех свидетелей Иеговы, кого воскресят. Они символ мертвого моря. Конец цитаты. К этому свету невольно возникает вопрос. А как же это разъяснение согласуется с библейским значением мертвого моря? Ведь оно символизирует нечестивых, а не тех свидетелей Иеговы, кто умер дармагеддона. Мертвое море это символ Содома и Гоморры, а не верных свидетелей Иеговы. Если говорить о символике омовения двумя потоками двух видов морей, мертвого и живого, так это скорее больше похоже на омовение истинной Иеговы в тысячелетии Христа, всех воскресших. Праведных, образно живых, как Средиземное море, так как они служили Иегове еще при жизни в этом веке, и неправедных, они были как мертвое море, духовно мертвы, не служили Иегове в этом веке. Именно об этих двух группах говорил апостол Павел, когда благовествовал о воскресении. Записано это в Деяния 24.15. Итого, по книге чистое поклонение восстановлено, что все свидетели Иеговы, кроме свидетелей Российской Федерации, изучают в 2021 году. Считаем, что книгу следует доработать для того, чтобы, во-первых, все ее главы были согласованы со вставкой 16а, с новым пониманием о том, что Иерусалим это символ истинного поклонения Иегове, а не ложного христианства, а иудея, соответственно, это символ народа Иеговы, а не адептов ложных религий, во-вторых, следует доработать для того, чтобы значение двух потоков во вставке 19а было согласовано с Библией, а именно два потока истины Бога в тысячелетии Христа омоют мертвое море, воскресших неправедных, а не умерших свидетелей Иеговы, и средиземное, живое море, воскресших праведных, а не тех свидетелей Иеговы, кто якобы переживет Армагеддон. Можем вновь обратиться к текстам Захария 14.18 и Деяния 24.15 С уважением, свидетели Иеговы сайта Ящик Ответов. И вдобавок напоминаю, если кому-то тяжело воспринимать на слух прозвучавшую информацию, то, пожалуйста, не забывайте заглянуть в описание к этому ролику, там вы найдете ссылку, ведущую на текстовый вариант этого ролика. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok